В моем доме живет холостяк с Аней. Боже мой! Ах, вот оно что! Ты присыпала на первое свидание в костюме зайца. Чувствовала себя использованной какой-то. Курицу дарила на день рождения, там, майонезом 27 лет, значит, вырисовывала. Ой, это тушь бестселлер, 100 гривен, и проблемы с ресницами решены. А какой тебе образ на холостяке понравился больше всего? Это тогда, когда меня выгнали, я стою голая перед зеркалом. И понимаю, что, чтобы на меня сейчас не надеть, я буду выглядеть красиво. Девочка, посмотри, если что. Я же визажиста, в конце концов, чтобы все хорошо было. Мне все хорошо, все красиво. Все, супер. Все, можно начинать. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Здесь мы разбираем косметички красивых девушек, говорим о красоте, в отношениях. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и колокольчик. Сегодня у меня в гостях очень интересная девушка Юлия Бельченко. С ней мы познакомились на топ-100 женщин Украины. Я, кстати, о тебе, знаешь, когда часто вспоминаю, в моем доме живет холостяк. Ого! И я один раз думаю, что за мужик какой-то ездит на красном рейндж-рогере. Потом смотрю, он лицо знакомое, я не могла вспомнить, откуда я знаю. А потом я поняла, что это холостяк с Аней. Здравствуй, вот огнюка! Итак, у меня есть косметичка Версачи. Ну что, давай посмотрим. Это наш украинский бренд. Да, это БиДжи, я знаю девчонок, которые это делают. Да, и у них хорошие визажисты тоже. Мне нравится вот эта тональная основа тем, что она такая как биби-крем. Она такая легенькая. В принципе, когда нет проблем с кожей, просто хочется, чтобы тон был ровненький. Вот. Она хорошо подходит. Нормально, мне нравится. Так, это? Это у меня блеск с ментолом. Это от этого перик сети. Вот они делают эти пилинги. Еще у них есть вот эти блески. Они, получается, как бы делают губы пухлее. Я, кстати, не знаю. А вот прикольно. У них там разные еще оттенки есть, но это прозрачный. Анечка, а расскажи, а чего еще делается секси-губа? От интима. Целуйтесь побольше, и будет у вас секси-губы. Все у вас будет хорошо. Ой, это тушь бестселлер. Все ее любят, обожают. Боже мой, 100 гривен. И проблемы с ресницами решены. В основном у всех, кто связан с кино, с телевидением и так далее, все приходят и сразу тушь Кабаре. Да, но у меня, кстати, давно, даже еще до холостяка. Вот, я просто смотрела каких-то блогеров, там говорили, ну, какая классная тушь, я загуглила, что там 120 гривен стоит. Думаю, нормально. Я с тех пор я крашу реально хорошая тушь. Она не сыпется, не размазывается, бюджетная. Так понимаю, да? Да, это жидкие тени. Тоже мне посоветовали на проекте. Визажисты. Стоит 80 гривен, можно купить где-то в Еве. Ну, вот этот вот цвет шампань первый, очень трудно найти, все его хотят. И оно прям так красиво накладывается, прям это был там лайфхак. Мне визажистка, я даже для нее покупала, потому что она не могла нигде найти. Красиво блестит. Белор-дизайн, это белорусский бренд, кстати. Вот, да. Вот это вот, это у них отличные тени, реально очень бюджетные. А у тебя хорошие были отношения с визажистами на проекте? Да, у меня со всеми были хорошие отношения, кроме девочек. Я, значит, такая, захожу, по-моему, на каком-то эпизоде, говорю, девочки, меня, наверное, скоро выгонят. Давайте я хотя бы завишу, что мне, ну, чем мне нужно краситься. Вот, я выписала список, но я пока еще в процессе покупки всего того, что мне насоветовали. А какой тебе образ на холостяке понравился больше всего? Это тогда, когда меня выгнали, в девятом эпизоде. Вот, мне сделали такую мальвинку, получается, как у Арианы Гранде. И реально очень красиво, я не знала, что мне такие прически идут. У меня было такое красное платье, и вот такой макияж, он был средний между милым и вот таким сучьим. Мы потом поразвали вот такой макияж, мне начали делать вот эти вот хвосты такие затянутые, стрелки. Мы его назвали сучий макияж. Очень бесила прическа поначалу, вот эта дулька сзади. Я так называла задняя дуля, и меня она так дико бесила. Боже, как она мне не нравится. Я говорю, пожалуйста, когда уже придет какой-то эпизод, когда можно поменять. Тем более, когда я была в костюме кроля, тут было очень узкое пространство для... Дышать, да? Да, чтобы надеть. Чтобы надеть вот эту голову, и она прилегала хорошо к шее. И получается, вот эта дуля сзади, я вытягиваю эту голову, эта дуля, короче, оттягивается. И она уже все такое непонятно какое. Я помню, сняла этого кроля. У меня здесь, значит, приклеенный звук, вот так на скотч, крестом. Потекший макияж, всмятку, прическа. Я спрашиваю звукорежиссера. Я хоть не воняю? Такой я в маске, я не знаю. Ты представляла на первое свидание в костюме Зайца. И похуже вещи дела жизни. И похуже какие. Мне же интересно. Я достаточно, ну, как бы, странненькая такая, ну, как бы, в хорошей, я надеюсь, мере. И для меня, как бы, какие-то такие прикольные вещи, это стандартно. То есть, не знаю, я там, какому парню, там, курицу дарила на день рождения, там, майонезом, ну, ему 27 лет, значит, вырисовывала. И специально вырезала бумажками на ножки, вот эти вот штучки беленькие. То есть, я такая, я через весь город ехала на метро, эта курица воняла. И я такая, типа, любимый. Думаю, ну, если мы когда-нибудь расстанемся, ты хоть запомнишь меня среди всех. А насчет, конечно, костюмов я так не изощрялась. Это разве что, ну, знаете, плащ, одна голая тела, это разве что. А, это такое тоже было, да? Ну, фильмы все смотрели. Я тоже просто фильмы смотрела, но у меня пушистая пижама вечером и все. Это когда начало отношений, можно их плащать, а потом уже пушистая пижама. Потом мне парень купил пижаму с коалкой. Она такая, массивные штаны огромные, это и тапки пушистые, я такая хрум-хрум. То есть, какие-то такие вещи для меня, это норма. Наверное, вопрос, который самый популярный, идея с зайкой была твоя, либо все-таки тебе сказали, хочешь участвовать на проекте, одевай зайца. Нам дают анкету перед проектом, там нужно отвечать на вопросы. Ну, и в частности, есть вопрос, как вы хотите появиться перед холостяком, что вы хотите ему подарить. Я ничего не придумала просто. Я не умею петь, танцевать, как бы. Курица уже была. Курица уже была в жизни. Реально, просто я не знала, что придумать. Вот, у меня фамилия Бельченко. То есть, если поменять две последние буквы, получается Бельчонок. Вот, думаю, ну, может, как-то это можно использовать. Ну, костюм Белки найти достаточно сложно, плюс там огромный хвост. То есть, я сомневаюсь, чтобы я как-то с этим хвостом передвигалась. Вот, ну, и мы начали там думать, гадать, то есть, мы с редактором это обсуждаем. Вот, и как-то в процессе обсуждения пришла идея, что вот можно зайчика взять. Ну, потому что его легче найти. То есть, тут же со стилистами нужно тоже обговорить, и с режиссерами, чтобы можно было меня засунуть в машину, высунуть с нее. Заяц отличный, шикарно. Думаю, супер, и подарок, морковка, бюджетненько. Думаю, блин, но вдруг он мне не понравится, чего я буду сейчас тратиться на него? Ну, как ты себя комфортнее чувствуешь все-таки в дневном макияже естественном, либо когда ты как сучка выглядишь? Ой, для меня комфортнее, когда у меня милый макияж, естественно, дневной. Мне когда сделали, вот, по-моему, впервые на седьмом эпизоде вот этот вот сучий хвост и сучий макияж, и у меня еще было такое декольте до пупка, все такие, боже мой, какой срам. Ну, как бы, окей, у меня хорошая грудь, но не прям такая, чтобы там что-то торжало, и там просто плоскость такая, там треугольники, как бы, я не думаю, что прям там очень прям такой срам, как будто спина с твоей стороны. Вот, ну, нормально. Но холостяк-то выбрал более такую, ну, как бы, более сучку. Вот, а я не знаю, может, такой образ? Тут еще же зависит от того, какие у человека психологические проблемы. Как бы, таких мы портером себе выбираем. Ну, честно, ну, типа, хотелось, или хотя бы вас? Хотя бы переспать, или что? Хотя бы, если уж не выбрал, то хотя бы переспать. Посмотреть, за что же ты боролась? Все эти девять, сколько там, не все серии? Двенадцать серий, три месяца боролась. Ну, как бы, с одной стороны, да, было вообще интересно, у меня были чувства, понятное дело, мне хотелось. Мы уже, как бы, три месяца ходим вокруг да около, как бы, в реальной жизни, то у людей уже, как бы, это все происходит. Уже давно все случилось. Да, меня там порицали, что я, видите ли, в трусы ему там полезла на восьмом эпизоде. На секунду, это было два месяца знакомства. Некоторые на следующий день, как бы, они там уже, да, а тут мы просто стоим, целуемся в душе и, как бы, разошлись. Вот, это фу, какой стыд. Как бы, ребята, мне на то время 27 лет. Два месяца мужчина, которым не нравится. Мы стоим в душе, в душе. Во-первых, съемочная группа, как бы, мы просто целуемся. Там ничего такого не было. Ну, я там что-то шутила, как бы, в трусы я ему не лезла, я чисто там их оттянула и просто, типа, пошутила. Ну, там же, короче, так, все, полезла ему в жопу. Господи, люди, пожалуйста, я туда не лазила. Как бы, вот. Хотя у него очень красивые ягодицы, хотелось потрогать там, ну. Да, было интересно, но я тоже, как бы, в такой ситуации, когда есть еще одна девушка, и если вдруг мы сейчас, там, переспим, а он выберет не меня, ну, меня бы это очень сильно травмировало. То есть я к сексу все-таки, хоть меня и называли скорчицей, я не знаю, блин, я к этому очень отношусь вообще серьезно. И, как бы, я понимаю, что женщины, ну, как бы, эмоционально привязываются к мужчине, как бы, после секса в любом случае. Мы же там в одной кровати все-таки спали, мы и медведь, который подарили от отеля, вообще мы там втроем спим, блин, это потом можно вставить втроем Сима, вообще вот так топчик. Я реально такая думаю, блин, ну, может быть, ну, может быть, да, как бы, вот. Но я чувствую, я чувствовала на свидании, что, ну, скорее всего, не, я не знаю, что-то и шло не так. Вроде бы, хорошее свидание, но вот, как бы, внутреннее ощущение, что вот передо мной было свидание с Аней, и вот там что-то произошло, может быть, там Миша уже принял решение, что вот точно. Она, и когда он был на свидании со мной, я чувствовала, что он, как бы, отстраненный какой-то. Я понимала, что, скорее всего, буду не я, вот. Но все равно какая-то надежда есть, ну, блин, а вдруг я, ну, может быть, все-таки, вот мы уже завтра почти, может быть, будем парой. И тут я такая лежу, думаю, а нет, вдруг не будем парой, вот. И, ну, как бы, если бы реально это произошло, и потом бы он такой, ну, не, сорян, давай пока. Ну, честно, меня бы это убило бы морально просто, я бы там, я бы не отошла еще в ближайший год. Потому что, ну, как это, я бы чувствовала себя использованной какой-то. Хотя многие девушки говорят, а, это я его, как бы, ну, нет, в этом случае не я его, как бы, поэтому, я думаю, это не, не, ну, это плохая. Ну, я думаю, что он тоже понимал, если, например, он, там, тебя не выбирает, и тут вы, у вас определенные какие-то, там, мотивные отношения, и что это будет тебе не очень. Да, я благодарна ему, что у него есть все-таки сердце и мозги, что он, как бы, не воспользовался этой ситуацией. Я, когда смотрела «Холостяка», у тебя очень яркая мимика, у меня одно из влечений, это физиогномика, то есть, в зависимости. Мы уже, физиогномисты, уже диагностировали. А это какой-то 30-й час съемки, вот так вот, и они, что-то докапываются, что-то ты, какие-то мужики. Я такая, ага. И я вижу, вот ты, типа, сделала вот так, это значит, что ты, типа, не договариваешь, что ты есть в корне, что я такая. 30-й час. Я просто сижу, подпираю голову, и сидит Гриша рядом со мной, вот в такой же позе. И у меня еще даже есть скрин, и потом заскринили, что я сижу вот так, и он вот так вот сидит просто. Ну да, конечно, ну ладно. На самом деле, если бы ты не договаривала, ты сидела бы вот так. Это может даже, ты хочешь послать их нафиг и сказать, что-то тебе. А так я просто хочу послать нафиг. Так больше ты, когда вот человек делает, он пытается разбудить себя, давай, ну, давай, еще чуть-чуть осталось. 30-й час, скажи всем, что ты не эскортница. Давай, ну, тебе надо опять это повторить, что ты не эскортница. Притом, самое интересное, я рассказываю эту всю историю, наверное, раз 15. И на проекте, и девочкам, и редакторам, и Миша, и на пошоу. И они все равно вырезают вот эти куски, складывают, и все равно не выходит в целостной истории. Началось все вообще с того, что мы за кадром обсуждали интервью, Рамина брала у Ксюши Манекен по поводу там шейхов, каких-то выбитых зубов, и то, что там девочки ездят там за 10 тысяч долларов, им там выбивает шеи их зубы, а потом вставляют их, да, вставляют их зубы назад, блин, не смешно. Ну, в общем, вставляют зубы и дают 10 тысяч долларов. Ну, и мы начали дискуссию по этой теме, и я говорю, ну, мало ли какие там проблемы, может, там мама больна раком, ну, что мы же не знаем. Ну, и потом, как бы, это прилетело мне назад, что если я это не осуждаю, значит, я к этому причастна. Вот, я до сих пор никого не осуждаю. Я абсолютно с этим согласна. Я считаю, что в этой жизни все свободные люди, что хотят, то и делают, и это настолько все условности, что правильно, что неправильно, как должно быть и как не должно быть. Сейчас ты не в отношениях, да? Но тебя это не гложет, что вот у тебя нет парня, что ты не в отношениях, потому что многие женщины думают, что, ага, если у меня нет отношений, я там некрасивая, я неинтересная, и нужно хотя бы хоть кто-то, чтобы был рядом, хоть какой-нибудь, но чтобы был. Всю жизнь мне казалось, что я буду счастливой, когда у меня будет мужчина и самореализация. Было время, когда у меня были отношения, вот, но не было самореализации. Было время, когда у меня была самореализация, ну, вот, и, ну, как бы, я стремлюсь к этому, в принципе, вся самореализация, я иду к этому всю жизнь. Есть, а у меня нет мужчины. Но я поняла, что даже если у меня есть и то, и другое, внутренне я с конфликтами, меня это все равно не делает счастливой. Ни мужчина, ни самореализация. То есть пока я не буду в гармонии с собой. Вот я наконец-то, слава небесам, до 28 лет дошла до того, что мне норм, без макияжа, без мужчины. Моя жизнь, как бы, зависит только от того, что я хочу. Вот я должна думать, что я хочу, чтобы это доставляло мне удовольствие, чтобы я была в гармонии с собой, а все остальное оно подтягивается. Ну, вообще, вот я сейчас прохожу сессии с коучем, и на самом деле у каждого из нас есть там какие-то триггеры. У меня, опять же, тоже есть проблема психологическая, которую я сейчас прорабатываю. Вот у меня, когда идет эмоциональное сближение с мужчиной, видимо, за счет каких-то там бывших травм, я начинаю его отталкивать. Это то же самое было и на проекте, такая же ситуация. И вот сейчас, в 28 годах, я только поняла, что мне это реально мешает. Вот стоит, мне реально, вот я нравлюсь мужчине, мужчина нравится мне. Я такая думаю, о боже, сейчас все будет хорошо. Уходи и уходи от меня. Ну, то есть, вот это вот тоже нужно прорабатывать. Я вышла без отца, у меня был отчим, как бы это тоже наложило свой отпечаток. Я не могу сказать, я вообще думала, что вот это сто процентов наложило отпечаток, но на самом деле нет. То есть, он наложил отпечаток, какие-то там первые мальчики, которые нравились, учителя в школе тоже могли что-то сказать, какие-то вообще рандомные люди. Вот мы сейчас разбираем вот это все. Реально, какая-то рандомная девочка на каком-то дне рождении, детская мне сказала. И тогда я приняла решение, что там буду поступать вот так-то. Что девочка тебе сказала, что тебе так запомнилось? У меня демонстративный тип личности. То есть, я люблю быть в центре внимания, но не когда вот там в компании, а вот, допустим, на сцене. Это психотерапевт мне сказала, кстати. В психушке, между прочим. Вот, что демонстративный тип личности. И я была на детском дне рождения, и, конечно же, хотелось привлечь побольше внимания к своей персоне. Вот, я там что-то, какие-то шутки шутила. И девочка подошла ко мне и сказала, не у тебя сейчас день рождения. Типа, давай, не высовывайся. Да, знай свое место. Это как в великолепном веке говорили сюда. Знай свое место. И меня так это зацепило. И сейчас вот бывает, что в незнакомой компании я вот закрываюсь. Хотя, на самом деле, внутри меня так прет вот эта вся энергия. Я закрываюсь. Так думаю, ладно, лучше не скажу, что лишнее. Я буду выглядеть глупой. Мне сделают какое-то замечание. И, казалось бы, я уже взрослый человек, мне скоро тридцатка. А я до сих пор как бы с этими детскими установками как бы иду по жизни. Вот, я очень долго отказывалась от вот этой разной, различной помощи. Ну вот они, это не для меня. Вот, и потом я все равно к этому пришла. Вот моя подруга как бы занимается моим психологическим состоянием. Я ей доверяю. Вот. И мы откопали вот эти вот проблемки. Вот. Они, казалось бы, маленькие, незначительные. Кто там когда сказал там 20 лет назад? Вот. Но если это разобрать, вот понять, принять другое решение, что вот я не буду больше так поступать. Так, давай посмотрим, что у тебя еще есть. Что-то я принесла немного. Так. Оооо. Это отличная штука. Ланоиш – это маска корейская. Да. Она такая бестселлер. Да. И тебе ее 100% кто-то посоветовал. Да. У нас на проекте визажисты нам постоянно губы мазали этой штукой. Вот и советовали купить, чтобы мы на ночь мазали, потому что, во-первых, пересушивает губы вот эти вот помады, плюс маска, постоянно вот ношение этой маски, оно реально пересушивает губы. Это просто такое, мало того, что прыщи на подбородке, так еще и губы сухие. Вот эта штука реально спасает. А это, я считаю, тоже один из бальзамов такой, десять из десяти. Хорошо, что у тебя? О, это пудра. Инглот. Вот инглот у меня постоянно ассоциируется вот с Польшей, я когда вижу. Тут, конечно, она дороже. Думаю, блин, надо поехать в Польшу реально на гребцеты. Да, там очень у них завод. Да, да. И хорошая, реально косметика. Да. Вот. Прям топчик. Когда ты была в Польше, ты ощущала себя красивой? Нет. Первый раз я почувствовала себя красивой, когда пошла на конкурс красоты в Польше. Это была самая красивая студентка, воеводство. Я там выиграла и думаю, боже мой, ах, вот оно что. Вот. Помню, давала интервью и рассказывала, что вот я неуверенная в себе была по поводу внешности тогда. И пошла вот на конкурс как-то, в общем, клин-клином вывезти. Выйти из зоны комфорта. Да. И кто-то мне написал в комментариях, что, типа, такого быть не может, только красивые девушки идут на конкурсы красоты. Нет, это вообще не так. Это вообще не так. Реально. Я тогда просто комплекс на комплексе. И все равно пошла, думаю, надо что-то с этим делать, хотя бы так. И притом недавно я была главой жюри на конкурсе красоты княгиня Пакульча. И там настолько шикарные, красивые девушки. Я в шоке. И, значит, у нас потом вот эта автор-пати, и разговариваем с этими девчонками. И просто одна там, вот я сейчас с каким-то парнем, он такой придурок, другая. Да я вообще неуверенная в себе. Третья сидит. И у каждой реально какие-то комплексы. Я в шоке говорю, девочки, пожалуйста, не сидят по 19, по 20 лет. Я понимаю, что я такая же была там в 20 лет. Тоже, скорее всего, я была красивая. Я так предполагаю. Но вот эти все эти комплексы, я сидела тоже думаю, блин, тут я страшная, там я страшная. А я сижу и понимаю, что они реально божественно красивые. Плюс они там намакияжены. Офигенные фигуры. Попы у всех просто. Вообще ни одной целлюлитинки. Думаю, как вы можете так о себе думать? Есть ли у тебя какой-то день, когда ты чувствовала себя вот максимально красивым? Прямо самое красивое. Я помню, тогда ходила еще в зал пять раз в неделю. У меня было такое красивое потянутое тело. Я стою голая перед зеркалом. И понимаю, что чтобы на меня сейчас не надеть, а я без макияжа, без ничего, ну, я буду выглядеть красиво. Это уже было даже после конкурса, может быть, даже уже после проекта. Вот, когда мне навешали кучу всяких разных комплексов, вот, а я стою просто, даже психолог мне поставил, просто разденься и посмотри на себя. Многие советуют, но мало кто это делает, он просто раздеться и посмотреть реально объективно на себя, как я вылежу. То есть совет нашим подписчикам раздеться. Раздеться. Прямо сейчас ставьте на стоп, раздевайтесь. Нужно посмотреть на себя голой и что нужно себе сказать. Заниматься даже иногда самонахваливанием. Боже, какая здесь красивая. И давай развивать, развивать эту тему. То есть посадить в себе зерно, в голову. И внушать себе. И как бы, да, и взращивать, как деревце. Взращивать, 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 взращивать. И придет какой-то момент, когда это просто перейдет на другой план. То есть красота не станет, как бы, центром или целью. Она не станет целью. То есть она станет одной из моих характеристик. То есть когда красота целью, вот я должна быть красивая, все, тут боток заколола, тут все, платье, я не могу выйти без макияжа, ну, за батоном. Нет, то есть оно перестало, то есть оно взросло у меня в кустик, потом в дерево и просто потом перешло. То есть я и красивая, и умная, и там такая, и всякая. То есть это одно из. А вообще, красота и счастье, это связанные понятия друг с другом? Ой, абсолютно нет. Например, на проекте я чувствовала себя максимально несчастной. Это вот особенно тогда, когда вот эти были там две недели, вот эти три эпизода, седьмой, восьмой, девятый, когда меня там учмырили что-то. И как бы холостяк, что я не мог понять, что я сама не могла разобраться, что общество не происходит. Я просто уже запуталась. Я такая сижу, и просто я не понимаю, что вообще вокруг меня происходит какой-то трэш. И я просто сижу в центре этого трэша, вот, бам, и просто происходит какая-то вообще ахинея вокруг меня. Будучи очень красивой в тот момент, а я смотрела потом эпизоды, я понимаю, что, блин, капец, там еще какие-то фильтрики накладывают. Я думаю, боже, какая реальная красотка. Меня выгоняют на девятом эпизоде, это мой любимый образ. Я просто красивая максимально. У меня это красное платье, развивается этот шлейф, ноги такие торчат, он меня хватает за этот шлейф. Это шлейф отрывает, как я иду, типа, все, короче, ла-ла-ла. Ну, это я так себе думала внутри, но на самом деле, я так, я несу это платье, боже, куда идти, какой машине. То есть, и какая я там была реально несчастная. Он меня выгоняет, говорит, я типа, не могу понять, любишь ты меня или нет. Я так думаю, боже, что происходит. Эти девочки злорадствуют, радуются. Я такая думаю, вот, думаю, вот, и потом вспоминаю моменты, например, когда я там сижу в этой же пижаме с коалкой какой-нибудь, да, там с человеком, с которым мне хорошо, и мы там пьем какое-то какао дешманское. И насколько мне хорошо, я вздулька с грязной головой в огромной пижаме. И счастлива. И счастлива. И я уверена, что в тот момент я была намного красивее, чем вот с этим страдаческим лицом в красном платье, но в фиенном макияже. Вот пример. У тебя как раз тут есть красная помада, да, под это все. Да, тоже Inglot. Она, кстати, мне нравится тем, что вот она прям не такая красная-красная, а там есть немножко малиновая, так чуть-чуть-чуть-чуть. Inglot номер 12. Такой холодный красный подтон для девчонок, повторюсь, холодного цветотипа. Холодный подтон для холодного цветотипа. И она, в принципе, не сильно насыщенная, я вот так ее открою. То есть она не такая прям яркая-яркая красная. Да, вот есть из нее какой-то, что ли, вот эти малиновые какие-то оттенки. Ну, прикольно. Оно выглядит, ну, на моем лице дорого. И с этой помадой красиво зубы смотрятся. Да, кстати, и она делает реально зубы белее. Белее, да. Вот мне чем она нравится. Я, кстати, сразу взяла лайнер арт-деко. Да. У тебя на очень многих фотографиях стрелки, несмотря на то, что нависшая века. И многие переживают всегда, что вот у меня нависшая века, значит мне стрелки не идут. Мне кажется, ты такой яркий пример человека с нависшим веком, глубоко посаженными глазами. И настолько у тебя классно со стрелками. Но я как-то обнаружила, что если рисовать их, ну, не с самого начала, потому что с самого начала мне тоже некрасиво. А вот если вот со серединки его рисовать, вот и вытягивать наверх, потому что у меня же грустный взгляд, надо вытягивать все, вытягивать наверх. Вот. Оно будет достаточно симпатично, конечно, если еще не косо накрасить. Для тех, у кого глаза, как у Юли. У Юли еще близко посаженные глаза, то есть расстояние небольшое между глазами, не рекомендуется прокрашивать стрелку с самого начала. Вот в принципе ты что-то и не делаешь. Классно, значит, вот нате рисовать стрелку с наивысшей точки, то есть по середине века. И важный момент обойти вот это нависание. То есть не идите прям вверх на нависание, а прорисуйте до конца, а потом уже прорисовывайте вверх в зоне, где нет нависания. В принципе, как ты себе... То есть я все правильно делала, вот поняли, хейтеры, те, кто мне говорили, у тебя стрелки не идут, поняли? Очень. Потому что она сказала, что идут. Там классно, у тебя такой есть образ. В серебристом платье тоже затянутые волосы. Да, такой финальный образ. Да, большая стрелка вообще просто божественная. Вот надо показать обязательно макияж, чтобы посмотрели, как красиво со стрелками и с новейшим веком. Потому что смотрится красиво. На самом деле, нависшее веко – это абсолютно не недостаток. Многие думают, что вот, должен быть глаз круглый, а у меня там либо должна быть подвижная века. Наоборот, мы на чемпионаты в основном выбираем девочек с новейшим веком. Классно рисовать, можно все, что угодно. Это же плоскость. Это для таинственности, кстати. Такой вот у меня даже немножко там чуть-чуть такие раскосые глаза. Особенно если я пухаю, то вообще они такие... Вот, но оно добавляет такой вот изюминке, да, то есть такой взгляд, если вы еще прокрасите эти стрелки, такой сразу секси-пекси. На самом деле, вот, что касается даже красоты. Если просто не думать, фу, у меня нависшее веко, а думать, нет, у меня загадочный секси-взгляд, совсем другое отношение. Просто главное поменять отношение в себе каким-то своим, как кажется, недостатком. Может, это и недостаток совсем. В нашей голове какие у нас там стереотипы? Сто процентов. У меня тоже для тебя есть подарок. Это Марк Джейкобс. Открывай. Покажи. Теперь моя фаспетичка уже перестала быть бюджетной. Это склово-корректор. Класс. Потому что я посмотрела, что на проекте тебе очень делали такой всегда активный контуринг. А в жизни ты этого не делаешь. И я решила тебе как раз, чтобы у тебя была возможность здесь сразу все. Румяна, скловой и хайлайтер. И как раз того цвета, который тебе нужен. И для того, чтобы это все хорошо наносилось, кисточка Илан, Дриана Неселина. Блин, класс. Спасибо, ваша волчка. И на подарочки спасибо, народа. Вот это классно, люблю такие беседки. Интересное интервью, я еще не бывала. Такие-то обычно копаются в моей, сплакала, страдала ты. Нет, я такая, господи, пожалуйста. Сколько можно? Прошел вам уже полгода. Хватит. Спасибо большое, что досмотрели выпуск до конца. Я надеюсь, информация для вас была полезная. Пишите обязательно комментарии. Мне реально приятно читать, и вы видите, что я на комментарии отвечаю. До встречи в понедельник. Спасибо большое. Я только увидела, какая у меня засранная косметичка. Очень сильно умоляю. Мы с ней путешествуем, она у меня такая поюзанная. Это нормальная, нормальная косметичка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова